Здесь будут музыкальные подмостки, здесь фотолаборатория, звездная выставка, открытый микрофон. 27 июня улица Пушкинская превратится в настоящую творческую площадку. Международный день молодежи. Впервые в истории Вологды откроется арт-бульвар. Подробнее о подготовке к перфоменсу расскажет Арина Прахова. Нота А. Арт-бульвар. И в это время, Андрюш, вот нота А. Арт-бульвар пошел слэшбол. Каждая буква в слове Вологда, как звучащая нота на большом нотном стане. Музыкальное прочтение города представит талантливая молодежь на одном из самых больших перфоменсов в истории областного центра. 27 июня, в Международный день молодежи, в Вологде откроется большая творческая площадка «Арт-бульвар». Арт-бульвар – это такое городское пространство, которое объединяет в себе всю творческую молодежь нашего города. Весь бульвар будет поделен на несколько зон, на несколько творческих площадок. Территория граффити, музыкальные подмостки, мода от молодых дизайнеров нашего города. Каждый сможет выступить у открытого микрофона, почувствовать ритм танца, стрит-дэнс, сальсы и хаос. Для юных вологжан откроется детская поляна. Любители настольных игр смогут посетить тайм-кафе под открытым небом. А активного образа жизни – окунуться в атмосферу спорта. Для них выступит в беймиксере, паркурщике, увлеченные стрит-воркаут. Мы покажем зрелищные элементы, научим начинающих спортсменов выполнять различные легкие упражнения. А потом уже покажем, как переходить к более сложнейшим элементам. Все гости арт-бульвара смогут проникнуться атмосферой творческого пространства. Например, у нас будут парикмахеры, совершенно без всяких, без ножниц, без расчесок, без все, просто с помощью косичек заплетать какие-то невероятные прически делать девушкам, детям. Художники у нас здесь будут создавать большой коллаж, посвященный городу Вологду, и каждый может подойти, что-то нарисовать, и потом из этого будет составляться огромное панно, посвященное Вологде. За посещение творческой зоны участникам будут выдавать специальные талоны. После их можно будет поменять на билет в кино. Но заветный талончик получить несложно. Достаточно прочитать стих или сфотографироваться на фоне баннера с большими буквами Вологда. Их, к слову, уже готовят молодые вологодские архитекторы. Вырезаем, мы вначале делаем эскиз, как букву рисуем, потом вырезаем две стены вот таких. У нас вот такие стойки приклеиваем на термоклей ручный. Сейчас вот я доклею стойку, мы их вот так вот положим, приклеим и начнем обклеивать планками по периметру внутри, снаружи. Буквы будут разной высоты. На создание каждой уходит около получаса. Специальный термоклей схватывается быстро. Температура вещества около 200 градусов, поэтому работать архитектору приходится в перчатках. А вот эти школьники свои поделки делают без специального инвентаря. Из обычного бумажного листа у них рождается красивый древесный лист. Сначала так, потом с правой стороны уголок вот наверх вот сделать, вот так вот положить, и потом вот так вот сидеть. Школьников из городских лагерей научили делать бумажные листья менеджеры молодежного центра «Голком-35». Поделки ребят будут украшать арт-бульвар. На арт-бульваре мы планируем между деревьями, которые расположены в сквере, повесить красивые гирлянды. И гирлянды эти будут состоять из листочков – оранжевых, зеленых. Символика арт-бульвара у нас – оранжевая, зеленая. И мы решили привлечь детей из детских лагерей, чтобы они нам помогли. Листья будут выдавать и всем посетителям арт-бульвара. По задумке организаторов, в конце посещения площадок каждый сможет прикрепить свой лист к импровизированному дереву. Именно на ствол того творческого направления, который пришелся по душе. К концу вечера растение под влиянием полученных впечатлений волокжан расцветет. Увидеть это может каждый. Арт-бульвар откроется в Пушкинском сквере в 16 часов. Вход на площадку свободный. Арина Прахова, Антон Лукьянов, Михаил Прищев, Вологда Портал.